Ну а пока в Восточной Европе все внимание сфокусировано на украинском образовании. В Европе, Западной, опять массовые протесты. На этот раз против реформ Макрона. Новый президент Франции еще недавно считался любимчиком чуть ли не всей своей страны. А вот теперь может оказаться в эпицентре настоящего политического кризиса. Впервые за десятилетия к забастовкам призывали одновременно все профсоюзы госслужащих. На работу не вышла пятая часть учителей. Были закрыты почти все детские сады, не хватало персонала в больницах. Пришлось отменить даже треть авиарейсов. Все это из-за трудовой реформы. Почему французы настолько возмущены и что ждет их президента дальше? Давайте узнаем у Елены Абрамович, нашего европейского корреспондента. Елена, приветствую. Скажи, что происходит? Чем Макрон так разозлил французов? Алексей, трудовая реформа, которую сейчас проводит Эммануэль Макрон, это его предвыборное обещание. Главная цель сократить безработицу и сделать французский рынок более привлекательным для инвесторов. Реформа довольно сложная, в ней много этапов и она затрагивает интересы большинства граждан Франции. Сейчас бы вставали именно госслужащие, потому что это второй этап реформы, который Макрон запустил на этой неделе, и он касается именно госсектора. В течение пяти лет в стране должны сократить 120 тысяч госслужащих. Сейчас на государство работает пятая часть от всего трудоустроенного населения Франции. Также планируется сократить пособия по безработице и пересмотреть расходы на профессиональную подготовку. А это, кстати, две области, которыми занимаются профсоюзы, из которых они получают большую часть своего финансирования. Свободные деньги перенаправят для расширения схем страхования фермеров и самозанятых. Недовольны профсоюзы и тем, что после реформы они больше не смогут существенно влиять на процессы сокращений и увольнений. Например, раньше транснациональные компании не имели права сокращать персонал, если их дела были плохи только во Франции, но стабильны в глобальном плане. Эти условия Макрон тоже пытается изменить, чтобы у корпораций было право ориентироваться лишь на показатели внутри страны. В целом бизнес воспринял реформу на ура, а вот работникам она пришлась, мягко говоря, не по душе. Макрона уже прозвали президентом для богатых. Впрочем, в Елисеевском дворце в ответ на протесты повторяют. Демонстрации это важно и это часть демократических процессов, но еще более важен тот факт, что французский народ уже проголосовал за эту реформу, поддержав Макрона на президентских выборах. Поэтому отказываться от задуманного президент не собирается. Как он говорил еще во время предвыборной кампании, у него есть план. Первые два года будет внедрять реформы и не обращать внимания на рейтинги, а следующие три – пожинать плоды. Алексей? Ну, любопытно только, не станет ли единственным плодом его реформ такое же драматическое падение рейтинга, которое получил предыдущий президент Франсуа Аланд. Спасибо, коллега. Это была Елена Абрамович на связи со студией подробностей недели.